Это Максим, сегодня поговорим про то, как раскрутиться в инстаграме с нуля, причем сделать это бесплатно, это важный момент, потому что все знают, что в инстаграме нужно закупать рекламу у блогеров, но есть лучший способ, как набирать подписчиков и аудиторию бесплатно, причем делать это очень целево, так можно сказать, набирать целевую аудиторию, и про этот способ вы сегодня узнаете. Поэтому, если вы всегда хотели развивать свой инстаграм, но не было денег или вы не понимали, с чего начать, то смотрите это небольшое видео. Этот способ называется взаимный пиар, и я им сейчас сам начинаю больше пользоваться. То есть, когда у меня аккаунт только начинал развиваться, и мы еще не столько денег вкладывали в рекламу, я делал взаимный пиар и чаще. То есть, что это такое? Это когда ты объединяешься с другим блогером или блогерами, и вы рассказываете в каком-то виде о друг о друге, да, своей аудитории. Я вначале этим сильно пользовался, да, когда мы только начинали расти, потом мы переключились больше на платные методы рекламы. Потом у нас еще YouTube сильно подключился и начал приносить много, по сути, бесплатных подписчиков в Инстаграм. Но сейчас я вижу, что началась такая новая волна естественного и искреннего продвижения друг друга. Мы сейчас не говорим про всякие эти там круговые гивы и всякую подобную чушь, а именно про то, что ты связываешься с каким-то человеком, который, в принципе, тебе интересен, и ты про него рассказываешь искренне. То есть, не то, что тебе за это платят деньги и ты рассказал. Нет, ты выбираешь человека, про которого ты бы и так рассказал, но вы делаете это организованно и из-за этого получаете больше выхлопа. В общем, первое правило, которое работает во взаимном пиаре, вам нужно взять плюс-минус похожие по вовлеченности аккаунты, то есть по охватам. Это значит, что если ваши сторис смотрят, допустим, тысячи человек, а вы хотите пойти и сделать взаимный пиар с человеком, у которого 5000 человек, то здесь либо вы очень хорошо друг друга знаете, и, в принципе, человек к вам тоже очень хорошо относится, ему, в принципе, не западло будет сделать с вами такой взаимный пиар. Либо выбирайте просто того, кто похож по цифрам на вас, то есть у него может быть 1000, 1500, 200, может быть 700, и это будет ок. Вы можете при этом договориться, кстати, на разное количество сторис, например, или один человек делает сторис, а другой делает сторис и пост, да, если у вас охват отличается, то есть чтобы, ну, примерно уравновесить друг друга. Я всегда рекомендую сначала делать взаимный пиар с теми, кого вы лично знаете. Во вторую очередь, с теми, на кого вы подписаны сами и кто подписан на вас, то есть с кем у вас потенциально уже есть какой-то интерес, особенно если вы взаимно друг на друга подписаны. И только в третью очередь смотреть более широко, можно дать задание помощнику, если у вас есть помощник, вот, подобрать вам аккаунты, с которыми можно было бы сделать ВП, но вот то, что я сейчас вижу, это такая наша новая искренность. Мы про это много говорили, это один из трендов Инстаграма, то есть выбирать тех, кто вам приятен и кого вы знаете и рассказывать о них. Другие тренды Инстаграма вы можете узнать у нас на вебинаре, на котором я знаю, что многие из вас уже были, посмотрите, когда будет новая дата проведения. Там я рассказываю про тренды в контенте, в продвижении, в поиндизации вашего аккаунта в Инстаграме. Посмотрите по ссылочке, когда будет следующий раз и обязательно приходите, там без воды такой очень четкий классный контент. Когда вы выбрали несколько человек, с которыми вы потенциально можете делать ВП, даже если эти люди вас знают и вы их знаете, вам все равно нужно продать идею, зачем делать ВП. То есть смотрите, у вас в голове уже после просмотра этого ролика есть понимание, зачем нужен ВП, зачем его делать, как его делать. Но у другого человека может этого не быть. Есть такая на самом деле ошибка ментальная в том, что то, что вы знаете, вам кажется очевидным. Из этого, кстати, идет и синдром самозванца в том числе. То есть вам кажется, что вы это знаете и это все другие знают. Но может быть так, что человек, которому вы предлагаете ВП, не смотрит, например, мой канал. Я знаю, знаю. Это звучит очень странно, практически нереалистично. Но да, остались еще люди, которые не смотрят мой канал. Чтобы это исправить, поделитесь этим видео у себя в любой из ваших соцсетей. И мы это упущение исправим с вами. Но может быть так, что человек не понимает, зачем ему это делать. А может быть он понимает, может быть он слышал. Вроде надо делать взаимопиар, но у него еще один такой, может быть, барьер, который в ваших силах снять. Он думает, блин, ВП, что-то я про это слушал, но, наверное, что-то сложное. Мне нужно много на это времени потратить. И это технически что-то сложное. Да ну нахер. И вы должны объяснить. Нет, это не сложно. Смотри, вот, Вася, смотри, привет. У нас с тобой плюс-минус там, наверное, похожий охват, да? Похожее количество подписчиков. Давай мы с тобой сделаем что-то прикольное совместное. И расскажем аудитории друг друга о нас. Например, мы можем сделать вместе прямой эфир. Потом рассказать в сториз про нас. А потом, может быть, еще посты напишем и расскажем какие-то инсайты с прямого эфира, который мы получили, да? Это вообще не сложно. У тебя это займет там полчаса времени на прямой эфир. И вот, ну, сториз надо будет сделать. Давай, прикольная идея. То есть расскажите, убедите все равно человека, зачем ему это делать. Дальше. Прямой эфир, на самом деле, это офигенная штука. Во-первых, вы на прямом эфире знакомитесь с человеком, если вы еще не знали его. Если вы знали, то вы утепляете отношения. Если у вас уже были теплые отношения, всегда приятно встретиться с другом, с которым вы давно, может быть, не общались. Поэтому с точки зрения нетворкинга и коннекшена это очень прикольно. И что супер важно, когда вы делаете сначала эфир и потом только делаете какой-то промо друг друга, вы будете гораздо лучше понимать другого человека. И вы будете больше мотивированы про него как-то рассказать. Так, чтобы, ну, на самом деле, ваша аудитория подписалась на него. То есть это такой эффект, что вы лучше можете подать другого человека. Например, мы, когда покупаем крупную рекламу, мы стараемся взять консультацию для меня, купить у блогера, чтобы на консультации блогер лучше понял меня, понял мой контент. И еще мы познакомились, чтобы у него еще какая-то ответственность возникла передо мной. Ну, потому что, когда ты делаешь рекламу с человека, которого ты, типа, не знаешь и сделал рекламу и забыл, это одно. А когда ты делаешь рекламу с человеком, с которым ты уже общался, и, может быть, даже человек тебе понравился, то это другое. Ответственности здесь больше. Вот, поэтому персональный такой фактор после вашего прямого эфира, он сработает на то, что вы более эффективно сделаете друг другу промо. Смотрите, для самих сториз, например, которые вы должны сделать и другой человек должен сделать, вы также должны помочь человеку подготовить эти сториз. Потому что я, вот, например, хочу о вас рассказать, но я не знаю, ну, что именно рассказать точно и на что аудитория среагирует. А вы можете сказать, вот смотри, у меня есть 5 тезисов обо мне, или 3 тезиса обо мне и 3 тезиса о блоге. Вот, держи, аудитория, как правило, на это хорошо реагирует. И таким образом мы облегчаем друг другу жизнь. То есть мы даем несколько тезисов о вас и о блоге другому человеку, и он дает вам. Соответственно, по ним уже гораздо проще будет сделать хорошая промо. При этом не нужно, чтобы человек просто тупо зачитывал эти тезисы. Объясните, опять же, если человек этого не знает, может быть, что своими словами всегда лучше. Не надо зачитывать готовый текст. Вот, вы даете, смотри, вот эта инфа обо мне. Он вам то же самое присылает. И вы по этой инфе своими словами уже рассказываете. Плюс, если у вас есть впечатление после прямого эфира, это еще будет более естественно. Потому что естественность и искренность это наше все. Сейчас, в 2020 году, все про искренность. Почему так много сейчас разоблачений людей, которые какие-то серые схемы делают, гивэвэи проводят? Ну, потому что раньше, 3 года назад, типа, аудитории было пофигу. И да, что-то проводит кто-то, ну да. Но сейчас аудитория любит, чтобы с ними были честны. Если вы посмотрите, кто сейчас лидеры мнений, как правило, это люди, которые искренне общаются и взаимодействуют со своей аудиторией. Когда вы договорились на ВП, пожалуйста, не подводите партнера и сделайте прямой эфир, выговоренную дату. Подготовьте заранее, чтобы связь была хорошая, чтобы освещение было нормальное, чтобы вам никто не мешал. И то же самое, если вы договорились на сториз какое-то время, то не подводите партнера, сделайте сториз в назначенное время. Всегда хорошо, кстати, работает. За сутки человеку написать, типа, у нас все по плану, да, все по плану. Я вот так всегда свою помощницу прошу по любым договоренностям, которые мы делаем, за сутки писать обязательно человеку, с которым у нас какое-то взаимодействие, и спросить, все ок? Да, супер, все ок. Потом, значит, когда произошел акт между вами, акт взаимопиара между вами, вы анализируете, как это прошло, смотрите, сколько было кликов, допустим, ну, тапов по сториз, сколько к вам человек прошло, то есть, ну, всегда хорошо проанализировать, чтобы понимать, о, выхлоп был прикольный или не очень прикольный, а вот что можно, что можно доработать. И вы можете вместе проанализировать, вместе даже помочь потом друг другу понять, что можно сделать лучше, и вам будет полезно, и человеку будет приятно. И важно, когда к вам начинают приходить новые подписчики, обязательно активизируйтесь в это время, особенно если у вас уже чуть более крупные аккаунты, то есть, к вам пришла какая-то сразу большая порция подписчиков, поделайте сториз, можете написать в этот день пост, пост не обязательно, потому что человек увидит, скорее всего, в предыдущие ваши посты, когда он на вас подписался, но сториз свеженькие, хорошие, интересные, обязательно сделайте в этот день, чтобы эти люди, когда они пришли к вам, чтобы они сразу почувствовали, о, здесь интересненько, помните, я рассказывал в разборах, вот в этом ролике, насколько важно, когда я прихожу к какому-то человеку в профиль, я захожу на сториз, я должен попасть и ворваться на вечеринку, которая там происходит, и мне должно стать интересно. Таким образом, делая грамотное ВП, вы можете набирать подписчиков, делать это бесплатно, и причем делать это на любом уровне развития вашего аккаунта. Когда у вас тысяча подписчиков, для вас будет хорошо ВП работать. Когда у вас миллион подписчиков, вы будете просто с более крупными блогерами делать ВП, и он тоже будет отлично работать. Поэтому пользуйтесь этим методом, приходите на вебинар по трендам Инстаграма, про который я говорил, ссылка в описании. Подпишитесь на этот канал, если вы по каким причинам этого еще не сделали, ну и увидимся в следующем выпуске. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok